Инстаграм Инстаграм это визуальная соцсеть, которая в большей степени рассчитана на визуалов, на людей, которым нравятся картинки, которые ценят, как они выглядят и каким образом они расположены. Чтобы добиться какого-то интересного, неожиданного географического, геометрического или какого-нибудь визуального эффекта в Инстаграме, нужно помнить о том, что расположение картинок в Инстаграме, оно достаточно специфичное и всегда примерно одинаковое. Примерно потому, что размеры экрана того устройства, с которого это дело смотрят, могут отличаться, но тем не менее сама геометрия, само расположение картинок остается, оно никуда не девается. Это всегда три картинки в ряд при просмотре в режиме в режиме thumbnails, так называемых, то есть в режиме превьюшек и соответственно одна большая квадратная картинка, если вы смотрите ленту полностью, развернув ее на весь экран. То же самое на компьютере, можно отображение включить такое же и крайне-крайне редко для только самых умных и продвинутых чуваков, но у них там немножко другие варианты, они используют другие сервисы, которые позволяют смотреть одновременно всю ленту сразу или делать там пять колонок и так далее. Но чаще всего, почти всегда, это инстаграм, лента инстаграма это три картинки в ряд. Поэтому инстатриптих это довольно-таки интересная, неожиданная и популярная достаточно тема, которую мы сегодня и собственно говоря рассмотрим. Триптих почему называется, ну инстат, это инстаграм, да, я думаю, понимаете, а триптих, потому что вот эти те самые три картинки в ряд, которые мы можем красиво как-то объединить одним изображением, одной темой, одной идеей и так далее, да, или какими-то элементами. Вот мы сегодня попробуем это сейчас сделать. Самый простой вариант, я работаю в программе, которая называется Xara Designer, которая предусмотрена, представлена, предназначена для того, чтобы создавать такого рода картинки в, для интернета, вот и соответственно в этой программе очень легко, очень быстро можно сделать красивые яркие картинки, которые можно собственно говоря потом делать дальше из них и триптихи и хоть там девятиптихи, да, ну чисто для понимания, здесь есть такая картинка у меня, которая позволяет девять картинок объединить в одну, или три, или шесть, ну и так далее, можно столбики делать, можно шахматку, все что угодно. Вот это я еще немножко позже расскажу, сегодня мы рассказываем, ну в смысле я рассказываю о том, как сделать три картинки, скажем так, которые будут выглядеть довольно-таки прикольно и которые будут выглядеть не совсем стандартно, не так, как все обычно выглядят картинки в инстаграме. Ну вот, это, я не говорю, что этим надо постоянно пользоваться, но периодически отсекать таким образом, отсекать тему, отсекать какой-нибудь там период. Например, сейчас начался Новый год, да, там почему бы не использовать Новый год для того, чтобы, ну чтобы использовать, почему бы не использовать такой вот скажем так режим, такой вариант отображения картинок, да, чтобы отсечь предыдущий и начать новый, например. Или завершить какую-то тему или какое-нибудь соревнование или конкурс и так далее. Можно очень даже легко вот именно таким образом, именно таким триптихом. Самый жирный плюс в этом месте, в этом варианте я специально оставил дырки между картинками и расчертил таким образом, что между картинками есть какой-то пробел небольшой. Во-первых, чтобы было видно визуально, где это все начинается, заканчивается. Во-вторых, чтобы вы понимали, как оно будет выглядеть на компьютере, потому что компьютер не позволяет просматривать картинки так же близко, как на мобильном устройстве, и на компьютере они выглядят примерно таким образом. Между ними есть достаточно широкая белая полоса. Чтобы вы четко понимали, как это выглядит, лучше просто это сделать сразу же и изначально иметь такую полосу в наличии. Программа XR, если вы не в курсе, если вы не сталкивались, вам будет очень трудно это сделать. Но, тем не менее, для тех, кто хотя бы немножко в курсе, хотя бы чуть-чуть понимает, о чем речь идет, я вам покажу просто, как она работает. И если вам будет интересно, вы можете прийти ко мне на тренинг и поучиться, и освоить эту замечательную программу. Если вы не очень понимаете, как это все работает, ничего страшного не произойдет, если вы просто посмотрите, как это сделать, и сделайте своими средствами какими-то подручными, которые у вас есть, которые вы понимаете и которые вы считаете для вас более-менее понятной, доступной и хорошо работает. Вот, я таким образом взял одну картинку, которая выглядит, сейчас покажу как. То есть, эта картинка, которая у меня есть, ну, как бы была там в каком-то загашнике, я не помню где нашел, она мне понравилась и она выглядит как просто 6 коробочек с разными ягодками. Выглядит очень круто, очень стильно, снято прикольно, очень простой вариант, которым я буду немножко позже рассказывать, как это все снимается. И, соответственно, вот таким образом она снята, это одна картинка. И я из нее хочу теперь сделать несколько, несколько картинок, которые будут визуально выглядеть как одно единое целое, но в то же время каждый из этих картинок будет иметь какой-то определенный свой шарм и свое определенное наполнение. Вот таким образом они могут выглядеть, это вполне получается видно, что это одна тема. Видно, что это как бы они каким-то образом объединены какими-то элементами, коробочками, ну, то есть какие-то, можно даже чуть-чуть подальше подвинуть. Вот и, соответственно, если вы не очень понимаете, как работает этот, сейчас, как работает этот инструмент или как работает эта программка, ну, я говорю, для вас будет тяжело, я сразу быстро на одном таком коротком уроке вряд ли объясню, но если вы вдруг неожиданно хотите ее освоить и вам это будет интересно, то вы можете вполне себе позволить некоторое количество, скажем так, времени потратить на то, чтобы посмотреть либо мои бесплатные уроки, которые у вас, ссылочку я вам обязательно сейчас выложу, вот, либо вариант просто почитать руководство и там, собственно говоря, познакомиться с этой программой в самостоятельном режиме более подробно. Ничего сложного в этом нет, просто надо по элементарной практике. Все, ну, то есть я вот показываю, то есть у каждого объекта, который мы создали здесь в качестве базового, да, базовый квадратик такой, но у него есть заливка и эта заливка, она достаточно легко и просто регулируется с помощью, с помощью специального инструмента, который позволяет двигать картинку внутри этого объекта. Все, то есть очень все просто. Битмап-заливка так называемая. Вот, и, соответственно, после того, как мы создали такого, спасибо, после того, как мы создали такого рода заливку, да, то есть расположили ее более-менее правильным образом, вы можете сделать это в Photoshop, вы можете сделать в любой другой программе, абсолютно не важно, мы можем тут же добавить какие-то еще элементы текстовые, которые мы можем там обыграть, либо сделать вот такой, например, текст огромный, да, на всех, ну, как бы, на все сразу же картинки, чтобы он расположился и, соответственно, дальше мы его можем, как бы, экспортировать каждую картинку отдельно и получится, что на каждой из картинок будет какой-то кусок текста. Вот, это выглядит довольно-таки прикольно, потому что человек получает в своей ленте картинку, которая содержит только одну, единственную картиночку, да, с ягодками и какие-то их написаны, например, или ипт. Ну вот, естественно, человеку интересно, что это за тема такая, он начинает заходить и интересоваться, ну, как бы смотреть, что это за тема на самом деле, да, и чего это вообще, о чем речь идет. Вот, то есть такого рода фишки, они, ну, как бы, они срабатывают, ну, один раз, два, может быть, сработает, потом дальше уже человеку будет неинтересно, потому что он уже знает, что у вас там инстатриптих, ну, и, как бы, соответственно, дальше в этой ситуации вы будете действовать, ну, уже надо как-то что-то искать другие ходы какие-то. Вот, другой ход то есть вот это один из вариантов да я могу дублировать эту страницу все полностью сделать вот у меня 1 2 точно такая же и в этой ситуации использую уже другой вариант например могу нарисовать один общий элемент который будет элементом для всех сразу же ну например он был белого цвета ну такой светленький да и соответственно это будет элемент который позволяет допустим сделать какие-то надписи на ваших картинках то есть я фон надпись я не меняю как бы они как были так и остаются но тем не менее вот так вот я например могу сделать довольно таки прикольный тоже опять же он не 3 птих он уже получается 6 птих я не знаю как назвать по-латински все не помню неважно вот и соответственно тут текст например темы эта тема это например какая-нибудь общая тема которая у вас есть например да то есть если эта тема допустим ну пусть она будет как угодно называться это неважно я покажу как примерно это может выглядеть вот а тут название название материала вот так примерно то есть это такое название материала и мы можем сделать там потоньше каким-нибудь более-менее аккуратным шрифтом например там медиумом и какой-нибудь серый нейтральный то есть шрифт просто нейтральный для того чтобы можно было было видно ярко но не более того то есть чтобы не выпендривался не не выпучивался очень сильно котором мы да вот так например и где-нибудь там 4 пусть 15 будет шрифт все чтобы у нас вот этот тук тут текст темы не выделялся сильно или наоборот чтобы выделялся да мы можем его еще раз выделить дополнительно какой-нибудь плашкой вот и соответственно я сейчас не показываю как работать этой программы поверьте мне она сложная большая интересная в ней очень многие вещи можно делать офигительно круто и прикольно но сегодня у нас речь не о ней о том каким образом визуально можно оформить наши скажем так красивые интересные картинки для инстаграма да как этому как это может выглядеть и соответственно я сейчас показываю не не работу с программой а именно вариант оформления на вариант геометрии оформления вот поэтому если вам интересно вы можете вполне себе спокойно все это дело для себя попробовать потренироваться ну программка это есть в комментариях вот ссылка на нее и соответственно можете поэкспериментировать и добиться вот такого достаточно простого и прикольного эффекта вот если я хочу все это дело скопировать соответственно сейчас секунду 23 кого-то не выделил вот это шифтом я нажимаю на любое количество объектов они выделяются я могу их двигать и при сдвиге вот этом да нажимая правую кнопку то есть чтобы двигалась она ровно по горизонтали держу кнопку control и при сдвиге правую кнопку нажимаю у меня создается точная копия того что я уже до этого до этого двигал вот цвет зелененький мне нужен например да я могу взять сейчас цвет выделить объекты которые мне нужны и взять зеленый цвет с картинки прямо непосредственно тут такая же фигня вот эта линия и текст я могу взять цвет с ежевички вот отсюда откуда-нибудь выбрать какой-нибудь цвет который мне больше нравится пипеткой и вот так выбрать все у меня получится цвет текст темы да и цвет вот этого зелененькие вот эти элементы они будут как крыжовник вот и достаточно все быстро просто ничего сложного в этом нет если я выделяю 1 2 3 3 4 объекта у меня внизу написано что я выделил 4 объекта вот внизу 4 объекта выделяю соответственно нажимаю shift продолжаю выделять дальше ну то есть можно это сделать все конечно по-другому но я просто показываю как это это такой для начинающих самый простой из вариантов вот есть примерно попадает туда куда нам нужно у меня 12 объектов выделено и соответственно сдвигая просто всю эту всю эту фигню везде и сдвигаю вниз опять нажимая правую кнопку держу shift и нажимая еще раз все вот эти название материала и таким образом просто я не удержу ну как бы удаляю их из общего выделения да теперь у меня 9 объектов выделено это рубрики и соответственно тут вот так это дело перед и подвигаем вот клюква или смородина смородина красная да если здесь добавляю красный сюда и здесь у меня ежевика ежевичный цвет я не знаю какой он должен быть но пусть он будет такой темно-коричневый наверное вот все и таким образом быстро и легко оформил 6 картинок которые выглядят очень стильно очень красиво ярко привлекают дикое внимание в ленте когда появляются и как бы вызывают абсолютно непреодолимое желание нажать на на кнопочку и соответственно посмотреть чего это за общей тема откуда она взялась вот и о чем там будет разговор вот если здесь вы можете сделать хитро допустим сейчас у нас получается несколько все это ну как бы притянуто за уши не очень геометрично все это выглядит вот соответственно мы можем выделить вот эту эту картинку целиком то есть мы можем сделать для каждого сейчас у меня плашка нарисована одна одна на всех вот и на надо по идее надо нарисовать эту плашку у каждого на картинке чтобы не было конфликта интересов да скажем так то есть нам надо сделать у каждого объекта который у нас здесь нарисован на сейчас я продублирую просто еще по второму разу так вот я сделал белые плашки еще раз заново да но плашки такие которые мы нарисовали для для ну как бы для фона для того чтобы текст читался достаточно хорошо и ярко вот такие плашки они довольно таки ну простое решение ничего сложного в этом нет но то же время они дают возможность читать текст который написан на вашем на вашей картинке и в то же время картинку вроде бы как через них немножко видно вот можно сделать ее менее прозрачный это такая вот рюмочка здесь есть до инструмент прозрачности и степень прозрачности может быть совершенно разные можно сделать наоборот в обратную сторону более темный вариант и соответственно сделать текст светлым вот это я собственно говоря как раз хотел показать да то есть вы можете сделать как бы в одном и том же вроде бы стиле все оформлено но в то же время получается что картинки которые как бы часть картинок будет например с текстом на темном мать и на темном фоне текст надпись то есть все то же самое абсолютно вот и эти именно картинки темные да мы можем сгруппирую на всякий случай control g группа control g да и соответственно я могу их поменять местами просто ну как бы перевернуть с места на место у меня получится такая интересная шахматка непредсказуемая и в ней материал с белым с белым белой плашкой потом черный с белой черный с белой черной и так далее да то здесь у меня получится не совсем не совсем правильное развитие развитие темы и соответственно сейчас я вам покажу просто как это сделать более правильно более аккуратно и соответственно сейчас это лишнее поубираю вот соответственно здесь нам нужно сейчас все я выделяю все подряд убираю из выделения вот эти две картинки которые которые у нас были манч проекта сейчас хочется сделать быстро и просто но я понимаю что если я быстро и просто вам покажу вы потом все потеряетесь на всю жизнь никогда не поймете как это делать хорошо так сейчас еще вот ну я поправил что она у меня вылезла куда вот наша задача просто сделать красивую шахмат куда в ней белый черный белый черный белый черный должен должен скажем так чередоваться у меня пока не чередуется у меня получилось наоборот вот соответственно чтобы они чередовались у меня мне нужно сделать это следующим образом да то есть вот так я сейчас уберу эти все картинки есть соответственно из них сделаю это будет проще сделать быстрее вот все это я сгруппировал то есть после белая черная белая дальше должна быть опять черная и опять вверху потом опять белая внизу и опять черная вверху все то есть все очень просто вот соответственно это это мне просто неправильно сделано поэтому так выглядит не очень хорошо вот плашка убежала вот и соответственно вот так все вот таким образом выглядит шахматкой конечно я сейчас на ходу все это я придумываю сочиняя поэтому получается что ну как бы немножко затык до произошел но тем не менее если вы продолжаете в одном стиле пумс 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 так вот делать верх низ верх низ черное белое то соответственно рано или поздно ваша лента превратится довольно таки прикольный неожиданный ну как бы скажем так очень интересный по по антуражу по конструктиву скажем так очень интересный блок и соответственно люди которые на него будут заходить они будут смотреть на ваш блог путают и соответственно удивляться говорит ухты как классно здорово и интересные чем подписываться на него и чаще всего получается что люди которые зашли на такой неожиданно красиво и интересно оформленный блок они как правило залипают и начинают читать материалы, потому что им интересно, о чем так красиво оформляют странички и так далее. То есть если я сейчас сделаю просто еще одну копию, обратите внимание, копию этого же материала и использую в качестве заливки, например, не эти картинки, а картинки какие-нибудь там, ну не знаю, другие, ради бога, можно хоть какие использовать, неважно. То есть если я вот сейчас возьму другую картинку просто и, соответственно, ее использую в качестве заливки, сейчас покажу. То есть это тоже большая красивая картинка, которую можно использовать в качестве заливки и она здоровенная. Вот, соответственно, программа позволяет картинки использовать самые разные и, соответственно, вот таким образом создавая одну большую картинку, разрезая на много-много маленьких кусочков, вы можете, во-первых, создать общее интересное красивое, ну как бы, общее поле такое, да, скажем так, и привлечь внимание к людям, ну в смысле к этим, к вашим публикациям и, соответственно, сейчас я, это у меня сгруппированная была штукой, я ее сейчас уберу. Вот, и, соответственно, вы все эти вещи, которые публикуете, вы таким образом просто привлекаете внимание, во-первых, во-вторых, вы даете возможность людям, ну как бы, оценить какой-то неожиданный, ну и нестандартный ваш подход там и так далее, да, ну можно здесь передвинуть по-другому, не вопрос абсолютно. То есть можно так сделать, да, например, можно сделать какие-нибудь интересные, красивые там кружочки, рубрики или все что угодно, то есть, например, вот такую, такую штуку и, соответственно, сделать, например, у нее, ну каждые рубрики, например, да, если у вас, например, ну какая-нибудь рубрика там, не знаю, молоко или еще чего угодно, да, то есть, ну как бы их много, миллион бы их, может быть, вариантов, вот, у нее, например, рубрика вот такая, у нее какая-нибудь там пиктограмма, сейчас налог, говорит, что-то как-то, вы должны быть в онлайне как минимум для того, чтобы, чтобы хоть что-нибудь у вас, ну вот, например, да, отлично, отлично такой символ, который вы можете использовать в качестве символа рубрики, да, есть такие специальные шрифты символьные, так называемые, Wingdings там и так далее, вот их, ну, шрифтов много и, как бы, в них есть вот такие всякие разные элементы, самый крутой шрифт это фонда весом называется, он так и называется, крутой шрифт, вот, соответственно, этот крутой шрифт вы можете использовать для того, чтобы создавать всякие разные вот такого рода, такого рода пиктограммки или каким-то образом оформлять свои материалы, да, для для того, чтобы вполне себе, сейчас я просто сделаю сразу же такой длинный вариант, который можно посмотреть и, соответственно, чтобы он отличался, вот, и здесь мы можем бессовестным образом вот эту штуку убрать, потому что она нам в роли не играет, вот, можно таким образом оформлять, да, не вопрос абсолютно, но если вы точно так же возьмете, сделаете сейчас вот из этого черного фонда, такую же точно штуку, то, соответственно, сейчас, то, соответственно, ваша картинка, ну, ваш, скажем так, следующий ваш материал будет выглядеть опять довольно-таки прикольно и нестандартно, но в то же время он уже будет немножко в другом стиле, немножко иначе, ну, будет отличаться от того варианта, который вы до этого только что сделали, вот, то есть такого рода оформление, оно очень простое, его не надо там сильно долго мудрить и придумывать, это крайне-крайне примитивные абсолютно такие материалы, которые вы можете использовать, да, то есть ничего не нужно придумывать здесь лишнего, вот, и, соответственно, эти материалы, которые мы используем для создания такого рода публикации, они прямо вот у вас здесь находятся, то есть вы не придумывали никаких дополнительных элементов, не придумывали никаких всяких разных сложных там штуковин, вот, соответственно, ну, не знаю, вот так, вот, в идее отстанет меня, о, хомяк какой-то, вот у меня кот пришел, ну, то есть, ну, это можно там любые пиктограммы придумать, какие угодно, то есть вот так примерно выглядит все это дело и, соответственно, если, а, сейчас поудаляю этих лишних, вот, и, соответственно, если мы сейчас копируем просто вот этот вариант, копируем, если вы помните, да, вот таким образом это делать, на все сделать один раз один раз вы сделали и у вас остался такой листочек на в котором есть допустим пусть будет тут земля в котором есть уже готовые эти готовые темы для оформления да то есть если у вас вот такой вариант остался вы можете в любое время выбрать там такое хотите такое какое угодно на своего себе оставляете и потом просто все очень быстро и легко делается каким образом раз дублируете например на под еще дублировал еще одну сделал еще одну страницу эта программа есть на русском языке вы можете поставить там все на русском написано здесь вот все все названия там до дублировать страницу например по-русски написано вот соответственно здесь можно взять использовать другую картинку сейчас я еще раз возьму например вот черная есть прикольная картинка которая мне нравится вот и соответственно я ее 1 1 1 например сейчас это я показываю когда одну картинку мы пытаемся использовать и которая у нас выглядит довольно таки прикольно с одной картинкой вот и экспортировал применить как как заливку сделал да она сначала применяется ко всем ко всем по отдельности теперь применил к тем как бы растянул на всех вот это довольно сложно сделать довольно таки трудно но я тем не менее повторяю что в принципе это возможно то есть это не сразу вы просто поймете если начнете этим заниматься то не сразу поймете как это работает вот так например и соответственно эту штуку мы убираем и копируем сверху вот то есть таким образом достаточно просто достаточно быстро и легко сейчас 5 5 3 4 5 6 вот так сделаем и соответственно группируем так вот видите то есть расположение сверху она достаточно сильно отличается от расположения снизу и соответственно будет выглядеть несколько иначе вот то есть так стой не двигаться лично вот соответственно если мы таким образом оформляем все это дело то это выглядит несколько другому но тем не менее по стилю по отображению материала даст как бы это будет похоже на то что было до этого у вас и то что вы могли скажем так ну в общем будет узнаваемый человек который увидит вашу картинку которую вы здесь ну как бы пытаетесь публиковать в этой же теме да то он поймет что это материал из этого же из этой же темы из этого же из этой же рубрики там или как угодно и соответственно сможет ее идентифицировать ну пусть будет синенькая идентифицировать и с удовольствием почитает потому что ему наверняка будет интересно узнать вообще что там о чем речь идет и что там за тема то есть вот как то так но это черный да ну должен быть если вы помните вот как то так можно оформить все это дело и соответственно визуально оно будет выглядеть довольно таки прикольно вот естественно существует миллион вариантов всяких разных других каких угодно да и как бы обыграть их можно совершенно непредсказуемые всячески можно например вот так сделать сейчас можно сделать абсолютно одинаковые там какие-нибудь графические элементы которые будут каким-то образом перекрывать ваши ваши несколько ваших картинок сразу же да и создавать какую-то такую визуальную интересное визуальное решение которое вполне себе может допустим оказаться каким-то ну скажем так рекламным оффером или какой-то каким-то баннером там и так далее это я показываю на шести штук когда но если поскольку сегодня у нас речь идет о триптихе я вам покажу на триптихе как это можно еще выглядеть триптих может выглядеть вот таким образом соответственно соответственно если вы делаете вот так да например и соответственно если мы здесь еще берем в поле где у нас там хомяк бы прикольный бурундук если мы бурундука используем это логотип вашей компании или какого-то магазина или как угодно его называйте да то есть это мышка любит сыр например какой-нибудь магазин да то есть вот таким образом обыгрывая и располагая таким образом картинки мы можем тоже в общем-то довольно таки неплохо обыграть эту идею и показать людям что это все-таки не разовая какая-то штука что это все таки триптих и соответственно он совмещен какими-то разными ну как бы использованные элементы которые могут каким-то образом скажем так показать людям что это общая тема вот сейчас я мышка любит сыр у нас получилось да и соответственно вот она мышка вот он сыр и соответственно здесь мы можем еще даже что нибудь написать потому что ну как бы формат триптих он подразумевает все-таки более рекламный более рекламный вариант и соответственно мы можем его обыграть именно в рекламном формате этом сделать из него рекламный пост рекламный пост это соответственно можем здесь что-нибудь написать рекламное здесь что-нибудь написать на например название этого название этого аккаунта это тоже очень важная штука полезных хозяйстве мы например мышка любит ну вот так например да и соответственно расположить его симметрично и таким образом можем допустим здесь там сыр с доставкой надо сделать из него рекламный реальный рекламный пост и соответственно можем вот таким образом ну как бы привлечь дополнительное внимание у человека который увидел такого рода картинку и соответственно наткнуться на нее в ленте своего вот здесь может быть какой-то другой более толстый шрифт не вопрос это может быть вообще вот таким образом сделано допустим до большими буквами все это написать вот и соответственно если мы обыграем таким образом у нас получится офигительная красивая яркая картинка с мышкой начале ну как бы в скажем так на основной картинке которая такая главная да как бы эта картина каким же цветом то надо сделать придется обыгрывать какую-то плашку рисовать вот соответственно это главная картинка на которой надпись основная у нас располагается частные покрасим в никакой цвет у нас будет флэк и какой нибудь например темный вот такой как эта доска можно найти доску на мечт просто интернет не работает и а соответственно пишу уроки делаю их практически вслепую вот если это точно также можно сделать чуть прозрачнее соответственно будет видно что это все таки что это общий общий по стилю общая штука вот это широковато получилось вот эту можно сделать узенькую и соответственно сделать вот тоже такого темного цвета все таким образом общем довольно таки быстро и легко обыграли так хомяком участие на передней пай вот мы быстро и легко обыграли ту штуку которая нам нужна то есть тот вариант скажем так тот вариант визуала до визуального визуальной подачи которая на нас интересует это у нас есть красивая мышка есть красивый допустим можно кстати желтый цвета желтый у нас есть красивая мышка у нас есть такой сырный сырный пост вот давайте вот так обыграем таким образом о прикольно вот и соответственно сейчас мы его так сделаем и вот это тоже потемнее он так просто интереснее будет нравится да вот так пожалуй вот и то есть чтобы глаза не било вот и соответственно мы таким образом даем возможность допустим можем даже обыграть его еще раз сделать эти это логотипчик чтобы он был на этой картинке на которой на каждой картинке которая появляется в ленте у человека до вашего потенциального покупателя можно на ней расположить еще один дополнительный логотип маленький потому что ну иначе это все картинка просто потеряется если она будет одна в ленте и вот такая без без вот этой до соседней если вот это не будет видно картинки то удали дальше чтобы ждет вот так например да то у нас потеряется смысл как бы непонятно что это такое вот поэтому если на ней будет повторного типа маленький аккуратненький ничего страшного не произойдет и соответственно визуально это будет выглядеть прикольно то есть принципе смотрится очень даже весело симпатично и такого рода триптихи вы можете там злоупотреблять ими сколько угодно потому что они выглядят прикольно и человек который наталкивается на такого рода конструктив он как правило заинтересовывается ему прикольно и интересно он лезет смотреть туда что там вообще что происходит вот если у вас неожиданно вдруг там появилась тема и вы захотели каким-то образом там продолжить да вы можете опаду сейчас вы можете продолжить вашу вашу тему и мышка у вас например неожиданно вдруг полюбила морковку или капусту а рыбу она например полюбила вот или там что-нибудь еще орехи какие-нибудь вот соответственно можете найти любую картинку которая вам подходит или вот сосиски у меня есть с картошкой вот соответственно и обыграть следующую тему абсолютно нормально ничего страшного не произойдет если вы будете периодически менять темы и соответственно эти темы каким-то образом обыгрывать вот она орехи она теперь любит все мышка любит орехи и таким образом вы не меняя стилистики не меняя общего представления и общего общей картины вы соответственно даете возможность человеку понять что он уже это что-то где-то видел такое что это магазин сыр с доставкой он теперь пишите орехи с доставкой да и соответственно в этот допустим орешки к пиву ну то есть не обязательно повторять да можно разное сделать какие-то надписи вот соответственно таким образом вы даете возможность человеку во первых оценить по достоинству ваш ваш креатив да вы уже показали ему как вы круто вообще здорово и интересно работаете с информацией и соответственно как вы подаете ее и как она вообще шикарно выглядит то есть если периодически человек будет ленте натыкаться на какие-то элементы из этого вашего пазла то наверняка он определит и и ну как бы принадлежность к вашему аккаунту вот все очень просто примитивно до безобразия и тем не менее об этом рассказывать можем бесконечно годами можно сказать да но если вы будете пробовать таким образом создавать такого рода визуалы в инстаграме то они будут привлекать гораздо больше внимания нежели чем простой примитивный и перпендикулярный пост следующие видео урок у нас будет посвящен уже более серьезным вещам да не таким смешным вот и соответственно как оформляются рекламные посты как делаются определенные рекламные ну как бы предложение да офферы так называемые мы будем разбирать на следующем уроке если вы впервые сталкиваетесь с этой программы для вас будет некоторая проблема при экспорте но если вы хотя бы несколько уроков наших проходили то в принципе все будет понятно и просто создание этого триптиха я намеренно не стал напрягать до вашей головы скажем так цифрами и всякими непонятными миллиметрами сантиметрами и все остальное здесь все просто и соответственно любой размер абсолютно любой размер изображение которое у вас есть в этой программке может быть экспортирован и сделан любого другого размера это больная проблема у всех начинающих супер специалистов мы на этом постоянно затыкаемся очень сильно буксуем на уроках и соответственно часто бывает что человек долго не может понять вообще как все происходит но тем не менее потом соображает и начинает радоваться и и соответственно пользоваться этим этой замечательным с этим свойством экспорт любого объекта из из этой программы он выполняет следующим образом то есть вы уделяете любой объект которым надо экспортировать вот он здесь у меня выглядит это вот такая картинка без всяких остальных других элементов я только самый задний задний план выделил квадратик на на котором находятся всякие разные другие надписи все у меня здесь наверху видно как что он квадратного размера триста сорок семь с чем-то пикселей настолько же это значит квадратный и соответственно пропорции этого этого скажем так элемента этого графического элемента этого прямоугольника одинаково на один к одному это квадрат все при экспорте квадрата в любого размера какого бы он не был он все равно квадратным и остается он не может быть прямоугольным кругом там угодно он остается квадратненьким все нажимаю кнопку файл файл экспорт вот меня здесь данный момент интересует не какие-то конкретные ожидаю эти скажем так варианты которые уже тут есть меня интересует именно сам экспорт потому что я хочу его настроить когда вы нажимаете кнопку экспорт вырезает сначала окошко которое спрашивать по куда будем экспортировать ну например я там все сюда буду экспортировать например его на и нажимаю кнопку экспорт ну это себе блок делал как бы все картинки нажимая блок экспорт и у меня вылезает такое окошко в котором два окна чтобы можно было сравнивать разные варианты экспорта и соответственно есть возможность выбрать размер то есть если вы выбираете русскую версию там написано будет размер изображения по-моему как-то я не помню редко в русской версии работы вот и соответственно вы здесь можете видеть дыхает ширина и соответственно высота вы можете использовать одно только одно из этих значений либо то либо другое потому что они автоматически выравнивается и никак нельзя поменять так чтобы здесь у нас здесь другая ширина и высота и ширина размера размер изображения в инстаграме это 1080 пиксель если вы помните да и соответственно Нажимая кнопку превью, я создаю вот то изображение, которое у меня будет экспортировано. Я могу его подвигать, посмотреть, могу отобразить его целиком, могу отобразить его, чтобы оно целиком влезало в эту область и сравнить, собственно говоря, как оно будет выглядеть. Я могу здесь задать другой размер, 640 на 640, например, который является старым стандартом для Инстаграма и сравнить качество изображения при таком и при таком. То есть это здесь масштабированное изображение, например, если мы сделаем 100%, если вы видите, я показываю качество изображения с левой стороны, это 1080 на 1080, и качество изображения справа это 640 на 640. Видите, оно зубастое такое. Это говорит о том, что вы можете экспортировать любой вариант абсолютно, для того, чтобы его, прежде чем его экспортировать, вы можете сравнить, посмотреть, что будет и как оно будет выглядеть при экспорте. Все, тот вариант экспорта, который вас устраивает, выбираете. Вот он, например, меня устраивает 1080 на 1080, и нажимаете кнопочку «Экспорт». Все. У вас есть готовый красивый файлик, в котором содержится вся неземная красота, которая у вас была здесь, попала в рамки вот этого квадрата, который я выделил. И, соответственно, такого рода изображение вы можете вполне себе потом с помощью SMM-пленнера или каких-нибудь других программ, которые вы используете, либо загрузить его на телефон, из телефона загружать в Instagram, либо просто взять с компьютера прямо непосредственно в Instagram загрузить. Вот. Все. Это я просто буквально два слова хотел добавить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...